Физкульт привет, друзья и ученики! Вы знаете, что я веду персональные тренировки по интернету и вживую. Большинство, конечно, моих учеников раскидано по всему земному шару. И вы мне присылаете, не только ученики, но и друзья, видео, где вы снимаете себя, когда вы выполняете то или иное упражнение и просите оценить технику. Очень много таких сообщений, больше всего. Я даже не всегда успеваю быстро на них отвечать, потому что реально большая загруженность. Вы видите, даже роликов сейчас меньше выходит на канале. Кстати, если у вас есть интересующие вас темы, которых вы не встречали у меня, либо у других блогеров, пишите мне в комментариях или в личку ВКонтакте. И я обязательно рассмотрю ваш вопрос, отвечу вам в личку, либо, если это глобальный вопрос, сделаю об этом видео и статью. Сделайте звук чуть потише, сейчас пойдет заставка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня хочу познакомить вас с одним из моих друзей. ВКонтакте, с которым я постоянно общаюсь, которого я уважаю как спортсмена, как человека, это Эльдар. Ему 56 лет. Человек до сих пор выступает на соревнованиях. И хочу вам показать видеоролики последние, которые он мне прислал с техникой выполнения становой тяги. Скажу сразу, что для его возраста веса впечатляющие, но технику все же я бы подкорректировал и очень сильно, особенно на старте движения. Чуть позже мы посмотрим ролики и обсудим это более подробно. На самом деле вы помните, что я вам всегда рекомендую делать становую тягу с идеально прямой спиной. Что это значит? Это значит, что не нужно прогибаться излишне, выгибаться. Нет. Идеально прямая спина, это спина, когда вы сохраняете все свои изгибы и прогибы в позвоночнике. А вы знаете, что он у нас имеет такую форму как бы рессоры. Именно для того, чтобы поддерживать наш организм на весу, чтобы все мы могли полноценно передвигаться и при этом не получать травм. Не буду вам рассказывать о том, что такое позвоночник. Все вы и так прекрасно понимаете, что это и для чего это и как важно, чтобы позвоночник сохранялся здоровым. Именно от позвоночника зависит все наше здоровье. Друзья, чтобы максимально как раз таки сохранять все наши естественные изгибы и прогибы, и нужна, и была придумана техника. Естественно, из-за антропометрических характеристик разных у всех людей, есть кое-какие корректировки. Но общие принципы, понятия, позиции, они все едины. И их обязательно нужно придерживаться. Если, конечно, вы хотите заниматься, тренироваться без травм. У Эльдара техника крайне неправильная, но при этом к 56 годам он все равно пришел со здоровым позвоночником, со здоровой спиной. Не испытывает проблем, продолжает выступать, тренироваться. Большой ему за это респект. Но, друзья, не всем может так повести, так пронести. Нам необходимо соблюдать технику. И у меня очень много видеороликов и статей о становых тягах и приседаниях. Не просто в целом я рассказываю о этих упражнениях, а поэтапно. На каждом участке амплитуды мы останавливаемся отдельно. На стартовой позиции. Как правильно ее занять. Как правильно начать движение. Середина амплитуды. Вверх движения. Верхняя часть амплитуды. Как правильно возвращаться в исходную позицию. Все это крайне важно. И именно поэтому в моих статьях ступени, а вы знаете, что это программы, рассчитанные на первые два года тренинга, на первой ступени мы с вами изучаем технику. Изучаем ее столько, сколько нужно. Попутно направляя все свои силы на два других упражнения. На подтягивания и на брусья. Вот в этих упражнениях действительно нужно пырять, пырять и стараться дойти до определенных тестовых показателей. Как только вы дошли до этих показателей, можно переходить на вторую ступень. Все статьи мои и видео вы можете посмотреть на моем сайте hmgym.ru Обязательно изучите их, если вы новичок. Если вы сомневаетесь в технике своих упражнений, особенно в приседе и в тяге, обязательно тоже ознакомьтесь с этими видео и статьями. Найдете много полезного. Давайте посмотрим непосредственно на ролики, которые прислал Ильдар. Давайте посмотрим на видео, которое прислал Ильдар. Напомню, что ему 56 лет. Извините за качество ролика, если что. Посмотрим. Человеку 56 лет, 200 килограмм на штанге. Срыв. Мы видим, да, что хоть... И пытается Ильдар ногами стартануть, но все равно разгибание в коленном суставе происходит раньше времени. И, естественно, поэтому и дальше техника движения уже неправильная. Округленная спина в поясничном отделе. Но при этом он не получает травм. Уже 56 лет. И спина его не беспокоит. Понимаете? Но техника все-таки при всем моем уважении к Ильдару, к его воле, его силе, его возрасту, оставляет желать лучшего. И при грамотной технике, еще разочек давайте посмотрим, он бы мог выполнять данное упражнение, дедлифт, становая тяга, с гораздо большим весом, нежели он делает это сейчас. Смотрите, я рекомендую, когда вы подходите, сразу занимать такую позицию, когда гриф будет касаться ваших ног. И нужно стараться не поднять штангу, а вдавить ее в пол. То есть упражнение в начале движения выполняется, в принципе, как и присед. Здесь же у Ильдара больше похоже это на румынскую тягу. Или, как ее еще иногда называют, тягу на прямых ногах. Но это неправильно, нельзя делать это упражнение полностью на прямых ногах. Естественно, сказываются антропометрические характеристики Ильдара. Но, ребята, все же посмотрите еще раз внимательно. И, Ильдар, я прошу тебя тоже обратить внимание на это. Старайся ниже опускать таз именно на старте движения. Ты его как бы подкидываешь вверх, создавая инерцию, округляя поясничный отдел. Видишь, насколько он у тебя круглый. В следующий раз я бы попросил тебя сделать видео и прислать его без майки. Потому что точно и четко не видно положение корпуса, спины. Сейчас мы посмотрим, есть еще одно видео. Оно, правда, немножечко перевернутое будет. Сейчас я тоже попробую наклонить видеокамеру, чтобы было лучше видно, понятнее, чтобы было приблизимо. Здесь уже 195 килограмм на штанге. Но все равно мы видим, насколько круглая спина и насколько у Ильдара именно стартовое движение подкачивает, можно сказать. То есть, чтобы избегать проблем со спиной, необходимо все-таки подправить технику. Но это удивительно все-таки. Столько лет отзанимавшись, с таким большим опытом, я уверен, и знаний. Все-таки, Ильдар, постарайся начало движения, срыв штанги от земли осуществлять именно за счет того, что ты хочешь продавить ногами пол. При этом разгибание происходит именно в коленном суставе и в тазобедренном одновременно, как при приседе. Не нужно распрямлять ноги полностью, иначе это все-таки опять превращается у нас в, как мы видим, разновидность тяги на прямых ногах. Нужно все-таки беречь свою спину, беречь себя от травм. Ну и правильная техника, как мы знаем, все равно позволяет поднимать гораздо большие веса, нежели неправильная техника. В любом случае, огромный респект, настоящий мужчина. Ну что, друзья, вы видите, насколько сильный, мощный человек Ильдар в свои 56 лет работает с серьезными весами и не на одно повторение. При этом не использует пояса, за что я ему отдельный респект. Те дурачки, которые одевают пояс, одевают кистевые лямки, ремни, перчатки, все, что только можно, еще не успев войти в тренажерный зал, потом всю тренировку ходят в поясе и снимают ее только в конце тренировки. Это неправильно. Во-первых, вы расслабляете мышцы кора, и в итоге вы получите травму, чего вы пытаетесь избежать. Не говорим сейчас об этих понторезах. Ребята, запомните, пояс нужен только, когда вы опускаетесь в таких упражнениях, как присед, становая тяга, ниже трех повторений. Один-два повторения. Но это обычно делают только лифтеры. И, кстати, тоже не очень часто. И я всегда вам это не рекомендую, не советую делать. Поэтому, если вы не будете использовать пояс, ваша талия не расширится. Поверьте мне, нужно приседать с огромными весами, как девчонкам, так и парням, чтобы расширилась талия. То же самое относится и к становой тяге. 95% из вас, из нас, даже не приближается к этим результатам. Кому интересно, в моих статьях есть, от какого веса, на какое количество повторений ваша талия увеличится. Найдите, изучите, и вы поймете, что пояс – это чушь, от которой только можно получить серьезную травму. У меня очень много друзей, пауэрлифтеров. Они просто смеются над билдерами, которые приседают там со смешными весами, но все в обмотке, на коленниках, в поясах. Ну, ребята, не смешите бабушку. Во-первых, это только приводит к травме, а во-вторых, выглядит просто нелепо. Тренируйтесь, и будет вам счастье и здоровье. Соблюдайте идеальную технику, следите за тем, как вы сидите, как вы встаете. Ведь большинство из нас получают травму не на самой тренировке, а в быту. Все мои травмы, которые у меня есть, я получил в быту. Мои грыжи и протрузии я получил, когда разгружал огромную машину с бревнами для моего друга, который хотел построить дом. Но сэкономил на разгрузочной технике, собрал своих друзей. Естественно, по молодости я там пытался показать, проявить себя, и там я получил первую травму. Потом она вылилась в более серьезную уже. Плечевые суставы. Кстати, сейчас мне необходимо заменять полностью оба сустава. Это очень дорого. Без страховки в Америке это стоит 27-26 тысяч на каждый сустав. Но если у вас есть страховка, это можно сделать всего за 6 тысяч на каждый сустав. Кстати, один мой друг из компании Twinlab, он представитель компании Twinlab в Флориде, сделал такую операцию, полностью заменив сустав. Кстати, не видно ни шрамов, ничего. Единственное, что 8 месяцев реабилитации нельзя выполнять никаких упражнений серьезных со штампой. Естественно, специальное ЛКК, все это нужно, приветствуется, но это отдельная тема. Если хотите быть здоровыми, следите за тем, что вы кушаете. Следите за тем, как вы отдыхаете, как вы спите, как сидите, как ходите, как тренируетесь. Не забывайте, что на все вопросы я отвечаю. Мой канал создан не для того, чтобы накручивать лайки, дизлайки, подписчиков. Кто хочет подписывается, кто хочет отписывается, сообщать мне об этом не нужно. Я не зарабатываю на канале, не пытаюсь чего-то добиться, кроме того, чтобы передать свои знания вам. Удачи всем, берегите себя и свое здоровье, потому что без здоровья никакая мышечная масса, никакие деньги, вообще ничего не будет вас радовать. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.